Двигатель 1.5 бензиновый, 109 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2010 года выпуска. Примоток своими руками. Из первого катализатора извлеклись все внутренности и обварили его по кругу. Вместо второго ката приварилась трубка. На место штатного глушителя приварилась трубка 75 мм. КОНЕЦ Переделал противотуманки. Оригинальные противотуманные фары поржавели изнутри и перестали нормально освещать. Пришлось покупать новые. При покупке решил сэкономить и взял дешевые. Через некоторое время начали плавиться, так как там не стекло. Пришлось извиняться перед старыми и делать из двоих одну. Еще и прикупил ксенон-5 в них свет чудесный. Надоели старые дневные ходовые огни. Ними и занялся. Прикупил на рынке каркас для них, белую диодную ленту и вперед. Ну и вот, что получилось. После проведения некоторого времени в инете забабахал некое приспособление, после подключения которого завел машину с пульта от сигналки. Прикупил на рынке. Решил освежить салон. Посмотрев фото переделки салона Картнокэт, решил и сам заняться таким же делом. Снять нужные элементы мне удалось примерно за полчасика, так как опыт такого дела уже был. Дальше покраска, сушка и обратная установка. Накладка на замок зажигания На Олег Списи наткнулся на такую себе накладочку на замок зажигания. Выглядит прикольно, еще и ночью светится. Посылочка из Поднебесной Заказал декоративную ленту на Али, как по мне прикольненько смотрится. Наткнулся, вали на недорогие крутилки печки, пришли быстро, да и устанавливать, дело нескольких минут. Практически одновременно накрылась передняя и задняя стойки. И вот решил поставить такие, жду откликов про них, от себя добавлю, что чуть жесткого ты, но мне нравятся. Пришлось поднять зад. После замены задних стоек заметил, что колеса трут от подкрылки, когда пригружен багажник или в салоне все сидения заняты. Пришлось покупать и ставить проставки. Распарка задних стоек. Наткнулся на драйве на такую распарку и решил установить себе точка. Все нужные детали имелись в наличии, потому и выемонтировал. Распарка передних стоек. Купил распарку передних стоек от ВАЗ-2108, инжектор. Она оказалась короче и не садилась на стаканы, пришлось расширять и удлинять. После установки сразу на проверку. Был приятно удивлен, машинка лучше держится в поворотах. Установка дополнительной электропомпы. Плохо грела печка, точнее грела плохо на холостых, где-то на 2,5 ки оборотов и выше грела как положено. Замена охлаждающей жидкости и продув всех патрубков ничего не дал. Печка продувалась отлично, нашел в нити множество видео о доп. помпе, психанул и поставил себе. Буксировочный крюк. Так как передний бампер от Ника, буксировочный крюк или кольцо находится глубоко, что чревато разломом бампера, пришло на мысль сделать кольцо с резьбой, как и у многих машин. Субтитры создавал DimaTorzok Покраска суппортов и тормозных барабанов. При замене колес на летние обновил и вид тормозной системы, также установил центровочные кольца для дисков размер 57,1-67,1. Писал про полировку родных фар, которая толку практически не дала, так как пластик был уж очень в плохом состоянии. Решился приобрести новые фары, а раз новые, то уже и рестайл. Мне они очень по вкусу. После покупки воткалксе на новую лампу и сравнил со старой фарой, где стояли би-линзы, как по мне, то би-линзы светят лучше. Решил воткнуть их в новые фары. Особо рассказывать, думаю, нет смысла разобрал. Примерял. Би-линза садится на место штатной линзы довольно неплохо. Перед сборкой покрасил маску в черный цвет и воткнул маленькие ходовые огни. Решетка номерного знака. Прикупил решетки номерных знаков под сеткой, случайно на них наткнулся на рынке. Перенос номеров в бампер. Идея про перенос номеров с крышки багажника в задний бампер таилась давно, но реализировать не решался, а так, как машина шла под покраску, воплотил в реальность. Музыка. 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 Музыка.